Друзья, всех приветствую! Бой, который анонсирован, это Тернис Кроуфорд и Исраил Мадримов. Чем интересен этот поединок? Закончится ли он досрочно или Мадримов сможет отбегаться весь поединок? Почему такое мнение? Ну, потому что, ребята, вот я бой смотрел, дай бог памяти, как его зовут, Жарон Энис с украинским боксером Биллис, помните? Цель украинского бойца, арбянского, по-моему, происхождения, была такая, чтобы выстрелить весь поединок, не выиграть бой. В принципе, выстрел, и в принципе, его угол обрадовался, то, что бой прошел всю дистанцию, а Энис был расстроен, то, что, ну, не удосрочил. Ну, такие бывают поединки. Поэтому, как здесь получится? Почему это получится, ребята? Потому что, ну, первый момент такой, то, что боксеры нашего постсоветского пространства идут по какой-то лестнице, да, шагают, шагают, шагают. И вдруг такая лестница здоровая, то, что на нее приходится запрыгнуть, зацепиться руками, сделать выход на две руки. А к этому боец не готовился. И поэтому, порою, такой апсет мало, когда проходит и вообще происходит. Вот именно здесь то же самое. Мадримов, который ни с кем, в принципе, с нормальным боксером, ну, как с нормальным, с более-менее около топовым, по манере, говорю, ребята, манере ведения боя, который выбрасывал много ударов, или очень бьющий, или очень функциональный, или идущий вперед с блоком, там выбрасывающий много ударов, или просто бьющий, идущий вперед за нокаутом, как вот Альварес обычно. Не было таких боксеров ни одного, и вдруг сразу Кроуфорд. Но это не только у Мадримова. Это у всех боксеров, которые вот у нас даже в России. И вопрос такой мне интересный, да, трепещется, трепещется, там что-то, каких-то бойцов привозят, или куда-то едет, там, ни хер знает с кем боксирует. А самое интересное, когда привозят, там, каких-то ноунеймов, привозят, привозят, и раз уже третий номер, или второй номер рейтинга. Ну, второй-то нет, ну, третий, да, но вот Мадримов, наверное, второй раз его с Кроуфордом свели. Откуда, почему вообще это берется? Тренера не видят разве разницу вот этих вещей. Тренера до того глупые, что бывают в основном. То, что они какие-то заслуги себе причисляют, то, что посмотрят, и будут потом говорить, а мой боксер бился с Кроуфордом. А то, что он до этого ни с кем не бился, и там его забили, чуть не убили, об этом будет молчать история. А тренер будет пиариться, будет, ну, это уже их дело, ребята, не будем в эти дебри лезть, а то они нескончайные, можно говорить и говорить про всех. Возьмите того же Тим, Тимон Дзю, да, вели-вели, аккуратно раз, и чуть ли его не с Виржилом Ортисом поставили. Ну, отец хоть немножко додумался, понял то, что зря он ломает карьеру сына и лишает его здоровья, и поэтому повременили, отказались. Потому что менять надо манеру полностью, потому что, ну, именно, ребята, Дзю, это боксер, который уровень, ну, ниже наполовину, чем уровень Рики Хаттона, да, бой его помним. Несмотря на его, на все заслуги у Дзю. И я к чему это говорю? Потому что Рики Хаттон, это боец, идущий вперед, а отец его и тренера Тима Дзю не знают, как с этим справляться. Никогда не боксировали с такими боксерами, не изучали этот бокс. А Виржил Ортис, именно тот боец, который идет вперед, да плюс еще бьющий, в отличие от Рики Хаттона. Поэтому правильно сделали, молодцы. Ну, там-то отец, видите, сына-то жалко, а здесь у Мадримова кто-то, не знаю. И почему еще, ребята? Теренс Кроуфорд, это еще такой боец, ребята, индивидуальный какой-то он. С кем бы он ни боксировал, хотя говорят, он маленький, там глупцы говорят, он меньше Альвареса. Поверьте мне, глупцы, когда будет Теренс Кроуфорд стоять в ринге с Альваресом, вы увидите то, что он ничуть не меньше Альвареса. А дальше даже, может быть, и покрупнее. Потому что с кем бы он ни дрался, даже посмотрите с Постолом. Постол, насколько выше Альвареса, выглядел шире, мощнее. Там рост, ну, чуть, может, поменьше. С другими, с бойцами, несмотря на то, что даже он поднимается, вот он выйдет в бой с Мадримовым. Вы увидите то, что Кроуфорд будет больше Мадримова. Как они это делают, я не знаю, ребята. Хотя 173 рост, но размах рук 188, ребята. На дистанции, что с ним делать, с Кроуфордом? Чтобы подходить, да, можно переигрывать на дистанции его, как это делали другие бойцы. И Шона Портера возьмите там, и... Ну, и еще вот бои какие-то были, я сейчас не буду подробностей. Вот этот... Ладно, не в том дело. Шон Портер, даже какой-то там судья отдал, или не судья, победу Портеру до нокаута. И вот он проигрывает... Раньше, если он был неинтересен, Кроуфорд, когда с Постолом, во времена Постола бился. Потому что была дистанция, была работа на дальней дистанции, было скучное переигрывание своего оппонента за счет длинный рук. И бойцы не понимали, тот же Постол делал удивительный вид и думал, как это он достает меня, блядь. На руки, посмотри, они ниже колен висят у него. И он неинтересен был. Но потом, когда начала позиции повышаться, подъем в весовых категориях начался. Бойцы уже стали Коваляускас, вот вспомнил я, Шон Портер. Они начали выигрывать на дистанции первое время, да, были интереснее. И тогда что нужно делать Кроуфорду? Кроуфорд, посмотрите, он поднимает блок и остается на ударной дистанции на ближней. То есть сопернику надо работать, отходить назад. А чтобы отойти назад быстро, нужно очень много энергии затратить. Потому что длина рук 188, он достает мгновенно. Портер, когда двигался на ногах, быстро, подход-отход, он за счет ног работал. Он как этот Манипакеа у них, близкая такая манера ведения боя. За счет ног сближался, подерется, там отпрыгнет. И когда ноги уже подсели, потому что постоянно эту дистанцию преодолевать. И он один раз сблизился, а у Итине мощи не хватило на ногах, энергии такой взрывной. И нарвался, и все. И упал. Второй удар нокаутирующий. Какой у Кроуфорда удар, все удивляются. Помните, были слухи, ходили, что он даже в перчатке что-то подсыпает. Даже наш Агнисян или Аванесян, боец, рассказывал, говорит, как он бьет, что у него в перчатках. Как я, говорит, не знаю. Но этот удар даже невозможно держать, когда он в плечи попадает, все тело ломит. Вы видите, бойцы какого-то другого измерения. Кроуфорду нужно биться с Альваресом. Да, опять глупцы и говорили, да ты что, скажут. Он же с Альваресом намного крупнее. Он такой, да Альварес, 173 рост, ребята. Он просто сделал жест для своих болельщиков. Такой, то, что он попробовал залезть в полутяжелый вес. Может, он и зря это сделал, потому что, ну, дебилы начали его, сами знаете, хаять за что-то. Начали ему, да-да, давай, там, берись, я не знаю, ты с Усиком будешь, ты с Усиком проиграешь, бля. Ну, дураки они есть, дураки, ребят, ну, что с ним взять. Сейчас Кроуфорду тоже попробует в полутяжелом, проиграет, к примеру, я говорю, проиграет в каком-то Бетербии. Все начнут, да ты лошара, там, туда-сюда, блин. Ну, ребята, ну, дебилы они на то и есть, дебилы. Без них, Ютуб он кишит ими. К недоглогеру, к любому, зайдите, там, прям в помойную яму провалитесь по самые уши. Поэтому, ребята, вот так, Кроуфорд, это, да, и бой этот будет, я так думаю, с Альваресом. И бой будет интересный, и выйдут два бойца, которые одинаковые в размерах, и у Кроуфорд будет еще преимущество в размахе рук. Поэтому, ребята, ну, вот эти бойцы, бойцушки, вот эти Мадримовы, наши, наши бойцушки, да, Мадримовы, там, всякие, еще ряд бойцов, из Казахстана бойцы, вот, даже я не знаю, почему так получается, получается, то, что вот они раз-раз копошатся, копошатся, ни с кем, ни с кем, раз и какой-то рейтинг. Ну, не знаю, наверное, наверное, так нужно, так можно. Вот даже Дзю, давайте вот вспомним, тоже, хотя он австралийский боец, ну, тоже посмотрите, ни с кем не дрался, вели, вели, аккуратно, аккуратно, вели, видят то, что манера ведения боя, то, что он падает, да, Тим Дзю, то, что не позволяет биться с такими жесткими бойцами. Взяли, чуть его с Ортисом не свели, дед, что, не сумасшедший? Хорошо папа вовремя одумался, блин. Тоже ни с кем, ни с кем, раз Ортис сейчас, и мало того, они до того этого не понимают, то, что Дзю начинает вызывать там Альвареса, я не знаю, Кроуфорда, я не знаю, еще там. Звездятся очень быстро, но можно же манеру ведения боя посмотреть, я думаю, и определить, куда тебе, в каком направлении двигаться, и что нужно прибавлять к манере ведения боя, чтобы побить того или того бойца, потому что люди не меняются абсолютно. Дзю, как вот он шел без блока, без защиты, поддавливал, удобный оппонент для любого бьющего бойца, то есть бьющий боец попадется, все, как ты без блока подходишь, только оттяжка назад. Любой дерущийся боец, вот, Фундора попался, боец более-менее, который не и пять назад, а упирается, да, и работает, побольше ударов выбрасывает, все. Так, такие дела, ну все, вам, ребята, удачи, не забывайте подписаться на наш канал Мадримову, пожелаю я удачи, я не хочу, чтобы его там калечили, еще что-то сделали, не хочется, хочется, чтобы бой был достоин, хотя это маловероятно, потому что Кроуфорд, сила удара там невероятная получается. И сейчас уже Мадримову, ребята, сейчас его тренерскому штабу, к чему я все это говорю, нужно уже сейчас отрабатывать блок защитный хотя бы, ему сейчас уже нужно размениваться на ближней дистанции с тяжеловесом, как размениваться? Ну, работать с блоком, стоять, и чтобы боец тяжелого веса уже бил Мадримову в корпус, в блок, в руки, а Мадримов, потому что будет ситуация, когда у Мадримова встанут ноги, и он будет стоять напротив Кроуфорда, там у канатов, я не знаю, в центре ринга. Ему нужно будет держать вот эти тяжеленные удары каким-то образом, потому что работа на ногах, вот он вроде двигается на ногах хорошо, Мадримов, да, дистанция любительская, манера вот эта. Но ноги встанут, когда Кроуфорд поймет, что дистанцию он, как обычно, туда-сюда работает не очень хорошо. Опять, Портера возьмите, Коваляускуса, посмотрите, то есть конкурентно. Он все, он поднимет блок и начнет тебе подходить, подходить, давить, 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 и вот эта работа на ногах, она быстро закончится, ребята. Потому что, когда тебя давят, приходится не только на ногах работать, но еще выбрасывать руки, выбрасывать удары, а это очень функционально затратная работа. Но если только, друзья мои, не произойдет, как в бою с Убриэль Матес, вот последний бой он проиграл. Вот выйдет Кроуфорд, да, вот может такое быть, с какого-то перепуга, и не будет выбрасывать удары вообще первую половину боя, как вот Матес Субриэль. А потом, когда задумает уже выбрасывать удары, а там будет поздно, уже конец поединка, и Мадримов как-то отбегается. Но это просто, друзья мои, мечты. Все, всем удачи, подписаться не забываем на лучший канал, я так думаю. Ну и Мадримову пожелаем победы.